Волга Где вот уже 20 лет работает крупнейший в Европе автозавод ВАЗ А это совсем другой берег Берег Северного моря Англия Маленький английский город Бриндингтон Курорт Уютные отели Причем отелей, как и рыбных таверн, множество Снова Тольятти Отсюда в Англию, как и в другие страны, отправляются автомобили, сделанные на ВАЗе Что касается Англии, то она принимает эти автомобили только в Бриндингтоне Только там А оттуда уже... Но об этом рассказ впереди Лондон Город практически непостижимый Сколько о нем написано и снято И есть уже определенный штамп Английские традиции Английский консерватизм Даже в мелочах Можно составить длинный список английских привычек, заведенных давным-давно И разумеется, это касается и автомобилей Как угодить англичанину, продавая ему автомобиль Если этот англичанин до сих пор считает Что по его улицам время от времени обязательно должны проходить лошади А лужайки парков пахнут так же, как в незапамятные времена А если уж рассчитывать на то Что среди англичан есть экстравагантные люди, обожающие новинки То опять-таки Как им продать вовскую малолитражку Если они могут купить любой модный автомобиль Сделанный в Европе, или в Америке, или в Японии Волжский автозавод Трек Обычные испытания, только что сошедших с конвейера автомобилей Надо сказать, что на треке автомобиль Всегда выглядит эффектно Другое дело, как он будет выглядеть Когда судьба окунет его в огромный город В другую страну Берег Северного моря Советский корабль-механик Евграфов Прибыл из Ленинграда в Англию С него на берег Туманного Альбиона Сходит около 500 вазовских автомобилей Итак, под колесами вовской малолитражки Великобритания Завод под Бриллингтоном Он принадлежит фирме «Лада Карс» Здесь расконсервируют прибывшие с Волги автомобили Делают некоторые изменения во внешнем оформлении Иными словами, готовят автомобиль для англичан Жители Бриллингтона Благодарны судьбе за то, что этот завод существует Он дает им работу Он экологически чист И, наконец, он Единственное крупное предприятие в окрестностях города Своего рода достопримечательность Джон Кларк Директор этого завода Он родился здесь Стал инженером И вот уже 15 лет Работает на этом заводе Вот какими выходят Волжские малолитражки Из ворот завода Англичане, скажем, в отличие от французов Не любят яркую окраску Белые или черные тона Иногда красные Но приглушенные Заранее известно, что в течение года в Англии купят 25-30 тысяч наших автомобилей Давайте соотнесем Всего в Англии на сегодняшний день 24 миллиона автомобилей Из них «Лад» и «Самар» — 230 тысяч Эта партия автомобилей отправляется в Бирмингам Везет их английский шофер Джон Джуитт Который больше ни разу не мелькнет в нашем фильме Он не коммерсант, не дилер Просто шофер Бирмингам В Англии, как и везде в Европе Нашу автомашину продают дилеры Об одном из них о молодом, но преуспевающем парне О Дэвиде Уайте нам много рассказывали Вот он в центре Те, кто приходит к нему подумать Не приобрестили «Ладу» или «Ниву» Возвращаются домой на купленной машине В этом деле Дэвиду Уайту помогает «Волжский автозавод» Гарантируя бесплатное обслуживание автомобиля в течение 15 месяцев Прибавьте сюда еще 9 месяцев гарантии от фирмы «Лада Карс» У Дэвид Уайта есть маленькая мастерская В которой работает 10 великолепных механиков Нам очень хотелось увидеть момент покупки Вот он Известно, что Англия Самый давний импортер волжских малолитражек И каждый год она получает их все больше Разумеется, мы не могли не взять интервью У генерального директора фирмы «Лада Карс» Мартина Остина За последние 5 лет наша сделка с ВАЗом удвоилась, говорит он И объясняет Это происходит потому, что в Тольятти знают наши проблемы А мы знаем проблемы ВАЗа И выражает уверенность, что торговля будет развиваться успешно Особый акцент делает на взаимопонимании Понимать проблемы друг друга В Англии эти проблемы связаны с рынком сбыта А на ВАЗе с улучшением качества автомобиля Но работой совместно заканчивает он Мы завоюем высокую репутацию Вашим автомобилям ВАЗ Совещание коммерсантов, которые связали судьбу своего дела с волжской малолитражкой Они улавливают, как престиж ВАЗа поднимается Это объективная реальность Автозавод подписал контракт с крупнейшей американской фирмой «Дженерал Моторс» Это первая связь с огромной автомобильной державой Верный сигнал того, что ВАЗ идет в гору Это чувствуют все его зарубежные партнеры Англия ищет здесь свое место Страна давних традиций знает, что мир подвижен, что все меняется Интерес ко всему советскому растет Таково сегодняшнее время Идет жизнь ВАЗ создает новый автомобиль Помня о том, какими их хотят видеть в разных сторонах мира А далеко от Волги Каждое утро Джон Кларк Директор завода в Бирлингтоне Того завода, который готовит к продаже наши автомобили Молчаливый, вежливый Джон Кларк Едет по улочкам своего тихого городка На работу Отсюда из Бирлингтона Эти машины разбегутся И в каких только уголках Англии Мы не встретим их Бирлингтон 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 Бирлингтон